я это я ответ который мы оба ищем у тебя так да я что ты хазан что я солгала мне сейчас очень стыдно но я чего ты стыдишься хазан объясни уже погоди она объясняет не перебивай о чем это ты какая ложь за что стыдишься а говори давай вырезки из газет собирала я я собирал я что ты здесь делаешь я пришел поговорить с твоей сестрой что значит пришел поговорить сестрой как ты вошел где ты взял ключи от дома послушай я не собираюсь отчитываться перед тобой позвони сестре и спроси у тебя могут быть дела с моей сестрой послушай не знаю что тебе нужно но проваливай отсюда почему ты боишься того что мне нужно что ты несешь на лице тона макияжа волосы одежда преобразила амбалаш но спасибо всевышнему единственное что за деньги нельзя преобразить это глаза джаханом избегая избегая взгляда может и получится скрыть то чего так боишься ты уже что я уже слишком далеко зашел перед твоей светской тещей да а что явная ошибка стоять лицом к лицу и разговаривать с тобой почему ты так боишься что я поговорю с твоей сестрой мне сейчас действительно очень стыдно даже странно что приходится произносить эти слова странно действительно очень странно синан за то что я солгала тебе тебе жаль ты жалеешь не так ли лучше скажи что мы в расчете скажи что мы в расчете и на этом все кончено я не собиралась так говорить поверь мне сказать что рассчитали самое логичное разъяснение данной ситуации что это нелогично но ты все еще не объяснила зачем собирала вырезки с новостями да потому что это очень глупо глупости и сказала что кире механу собирает заметки о нас двоих верно а но когда я пришел то увидел заметки только о брате а назови мне хоть одну причину одну разумную причину по которой ты собираешь заметки о моем братья нет никакой разумные причины я просто зациклилась после случая в отеле зациклилась на братья мама и кереме что-то скрывают мы вдвоем сможем раскрыть секрет кереме но это тебя коснется я это знаю значит и зациклилась на братья представляю как это выглядит но нет хазан ты не представляешь как это выглядят совсем не представляешь синан ягыз не начинай не сейчас именно сейчас разве ты не видишь что это полный бред вижу ягыз разве не слышал хазан утверждает то же самое утверждает то же самое но она лжет вот именно она мне врет врет мне минутку только не говори мне что ты купился на это я действительно уже понятия не имею во что и кому верить сена напомнись приди в тебя ради бога прояви благоразумие 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 по твоей части если найдешь и мне сообщи что ты наделала девочка что теперь он подумает о тебе разве можно было говорить что ты собирала заметки его братья прости но я не умею лгать также хорошо как ты ничего лучшего придумать не смогла ты понимаешь что желая защитить их ты сама попала в неловкое положение в глупое положение попала в неловкое положение и меня сочли лгуньей но это не то на что ты намекаешь синан не будет вам не сомневаться хазан можешь со мной пройтись помоги нам всем о господи помоги нам значит после случая в отеле ты зациклилась на мне решила завести архив на меня так архив который переезжает с тобой из дома в дом так выходит архив который ты продолжаешь вести несмотря на то что тайна с этим чертовым отелем раскрыта я правильно понял я ты ты же не ждешь что я поверю в эту глупость не так ли браво тебе хватило смелости запереть дверь за собой оставшись со мной и тем не менее ты боишься боишься что я поговорю с твоей сестрой а да извини я использовал слово ты и сердце в одном предложении большая ошибка тоже мне сердце ты ничего не знаешь о моем сердце понятно этими словами будешь заливать мужа не смей произносить даже имени моего мужа не дай бог конечно же не смею как можно он такой большой человек как никак это сам отец хазыма гемен муша джей гемен и отец ее ребенка зачем продолжать весь этот спектакль почему почему ты покрываешь эту женщину поверь я не покрываю эту женщину тогда кого ты покрываешь я уже сказала все что хотела мне больше нечего добавить ты совсем не умеешь врать что знакома ты такая же врунишка как и я я действительно не хочу больше говорить об этом беги сколько угодно но правда обязательно всплывет она всплывет ягыз ягыз я прекрасно знаю свое имя скажи скажи то чего я не знаю как бы ни старалась ты не можешь заставить меня поверить в эту глупость а теперь пожалуйста скажи что ты скрываешь и кого ты защищаешь простите джесу что заставила ждать я ведь жила тут когда-то соседи очень соскучились по своей сестре фазилет ай денег просили просили быть посредником просили детей на работу устроить как же сложно быть тещей ай тещей хазы мая гемена ну честное слово очень сложно надо было их видеть а-а-а это не наша машина и джей хун бей здесь остановись-ка остановись открой окно в чем дело джей хун зачем припарковал хазан приехали я привез эджи ханом фазилет ханом будем ждать фазилет ханом поставь машину здесь с тех пор как я вышел из этого особняка меня интересует только одно тогда когда я положил свою руку тебе на живот ни на шаг больше не приближайся ко мне ты совсем не смущалась а пока я считал себя отцом этого ребенка ты не постыдилась человека которого вычеркнула одним махом как ты вообще могла пойти на такое с кем это она разговаривает но я все равно думал что я отец этого ребенка кто это рядом с ней с кем она разговаривает я подумал что он мой от меня ну нет это не он что ему здесь делать разве это возможно с тех пор как я себя помню я считал тебя своей вот и его посчитал своим эджи пустая болтовня ясень это все пустые разговоры ну разумеется эджи чтобы я не делал для тебя все впустую а знаешь почему потому что у тебя здесь пусто и это же открою это дверь я тебе говорю дочка у тебя сердце наполнена лишь долларами вместо сердца у тебя деньги а твое сердце интересно чем наполнена твое сердце кроме подлости Скажи! Сейчас я покажу тебе, что значит не открывать дверь. Не открывается. Проклятье. Ты не та женщина, которая может назвать мое сердце подлым. Но может назвать его глупым. Потому что я настолько глупый, такой дурак, что... Одна лишь фраза твоей сестры привела меня сюда. Не сходи меня с ума, открой дверь. Открой дверь, или я разорву тебя на части. Открой, с кем ты там разговариваешь. Твоя сестра по поводу этого ребенка. Сказала, что... Знаю тоже, что чувствует твое сердце. Эта фраза привела меня сюда. Но после того, как я увидел твое отвратительное лицо, то чувство, которое испытывало мое сердце, исчезло и прошло. Эджи, не своди меня с ума. Эджи, честное слово, я с ума схожу. Открой эту дверь. Послушай, я разорву тебя на части. Иди к своей матери. Ладно? И умоляю ее, чтобы она не жаловалась на тебя твоему мужу. Иди. Вообще-то это ты. Ты не тот человек, который смеет называть меня подлой. Вот ты... Ты даже не человек. Ради бога. Откройте эту дверь. Откройте. Что ты хочешь от моей дочери, а? Что ты с ней сделал? А? Отвечай. Как ты посмел? Как ты посмел запирать мою дочь в доме? Никак не отстанешь от нас. Не беспокойся. Что бы я ни делал, с твоей дочерью ничего не случится. Что ты такое говоришь? О чем ты говоришь? Говори, зачем ты запер мою дочь в доме? Что ты от нас хочешь? Даже так? Тогда спроси, кто уже осмелился запереть дверь. Послушай меня. Я это твое сердце... Я это твое сердце вырву... Мама! Вырву из груди и заставлю самому уже съесть. Не утруждайся. Твоя дочь своими руками вырвала уже мое сердце и заставила съесть. Послушай меня. Послушай. Честное слово, я разорву тебя на части. Знай. Я разорву тебя. Давай, иди. Займись лучше дочерью. Мама, хватит. Убирайся, чтобы я больше тебя не видела. Знаешь, что я сделаю, если ты приблизишься к моей дочери ближе, чем на пять метров. Я этими руками тебя уничтожу. Мама, все, пойдем. Отпусти меня. Ты что, с ума сошла? Ты в своем уме? Ты выжила из ума? Что ты делаешь? За этот дом. Разве это не зять Хазымбея? Он что, тоже вышел из этого дома? Интересно, что он там делал? Послушай, мне действительно очень стыдно. Ты уже полчаса одно и то же говоришь. Не дави на меня, ничего нового. Полчаса еще не прошло. Говорю тебе, мне стыдно. Конечно, стыдно, потому что ты врешь. И не потому что ты неделями нам врешь, а потому что сейчас врешь. Сейчас. Как же я устала. Устала. И чтобы больше не утомлять тебя, мне, видимо, нужно поверить в то, что ты месяцами собирала газетные вырезки обо мне. Да? Правильно? И это такая подборка, что даже пожар нипочем. Ты об этом забыла. Про пожар. Ваш дом сгорел. Вы не смогли тогда спасти ничего из вещей. Но удивительно то, что огромный архив каким-то образом уцелел. Наверное, более унизительного положения не может быть. Архив Ягыза Эгемен. А, прости, еще и архив Синана Эгемен. Первое, что спасли из огня, да. А потом спрятали в доме сестры Кереме под матрасом. Так выходит, да? Я достаточно тебя развеселила. Если хочешь, можешь считать меня одержимой психопаткой и веселиться дальше. Понял? А мне совсем не до веселья. С чего это ты вдруг стала защищать эту женщину? Мне интересно, если этот абсурд связан с нами, ты почему в это влезаешь? Разговор сильно затянулся. Верь во что хочешь. Если не хочешь верить, не верь. Больше мне нечего сказать. Сейчас мне нужно поехать на съемки. Меня люди ждут. Хазан. Это самое абсурдное объяснение. Более абсурдного я не слышал. Ничего более абсурдного я и не могла придумать. Ты просто супер, Хазан. Молодец. Вызываемый вами абонент временно недоступен. Молодец, Синан. Молодец. Продолжай в том же духе. Я переживала, как тут Хазан, и вышла посмотреть. Я ничего не знала про газеты и ни разу их не видела. Синан разозлился и уехал, но у девочки, у нее, у нее не было дурных мыслей. Я уверена в этом. Я тоже. Я тоже уверен, что у нее нет дурных мыслей. С вашего позволения я пойду. Я только в ваших намерениях не уверен. А действительно, каковы ваши намерения? Простите, Керемеханум, но в вас есть что-то, что мне не нравится. Что-то, что вызывает сомнения и вопросы. Не знаю, чего добивается Хазан. Чего вы добиваетесь, я тоже не знаю. Но я за вами слежу. Не забывайте об этом. Не забывайте. Повтори. Субтитры создавал DimaTorzok Тише. Дайте счет. Он впервые приехал сюда. Видимо, сплетни о том, что он зол правдивы. Это все, Хазимбей. Как вам понравилось? Я посмотрел ваше расписание. Сегодня здесь должны были быть проходить съемки, не так ли? Да, и съемки проходили, но в последний момент произошли изменения. Что значит в последний момент произошли изменения? Отдел не в курсе изменений. Это что за самоуправство? Кто отвечает за этот проект? Где Ексбей? Где Синанбей? Отвечайте. Кто конкретно внес изменения? Они были на студии, но потом ушли. После их ухода Хазан Ханум выбежала за ними. Вот и все. Прекрасно. Ответственные за проект руководители уходят, когда им вздумается. А наша модель выбегает за ними. Ради бога. Чем вы тут занимаетесь, а? Скажите. Вы что, здесь развлекаетесь? Совсем нет организованности? Ответьте же мне. Идите и найдите мне ваше руководство. Живо. Так, 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 так. Еще и ключи свои дала этому негодяю. Да, с такой сестрой и враг не нужен. Ну ладно, с ней давно все ясно. Но ты? Ты что делаешь? Почему ты, как только увидела этого негодяя, не ушла из дома? Как тебе не стыдно? Там внизу стоят. Кто они? Водители твоего мужа. Они что, слепые, глухие, немые? Они что, не слышали ваше пререкание? Что ты ответишь, если они скажут, что жена Хазыма Егемена заперлась в доме со своим бывшим? Мама. Что, мама? Хватит, не усугубляй. А, не усугублять. Не усугублять. Знаешь, что эти уши слышали? Он сказал, что думал, что это его ребенок. И что ты сделала, когда он сказал, что он думал, что это его ребенок? Когда сказал, что он является отцом. Хватит. Ты заткнула его? Какой позор. Без стыда и совести. Не краснее. Ты устраиваешь этому человеку сцены ревности. Своему зятю. Я наговорила тебе столько всего, и ты не обернулась. Ничего тебя не задело. Но это задело, когда я назвала его твоим зятем. Да? Иди давай, иди. Иди. Я знаю, с кем решить этот вопрос. Я знаю. Вы только поглядите, до чего мы дожили. Даже на базар ходим на ночь глядя. Брать остатки и покупать что подешевле. Дочка, где деньги, что тебе дал твой брат? Я к ним даже не прикасалась. Мы тоже не прикасались. Видимо, потратила на такси от нашего дома до особняка. Твой брат перестал заходить. Я это все к тому, что, собираясь на базар, не могу себе позволить спросить у тебя, чего ты желаешь и что тебе хотелось бы. К тому же, у нас на базаре не водятся кокос и авокадо. Имей в виду. А папайя есть? Папара есть. Будешь есть. Простите, что? Идем, доченька, пойдем, а то не успеем. Покупайте органические. Говорю, что помидоры органические покупайте. Дай бог мне терпения. Сейчас ты меня спокойно и хорошенько выслушаешь. И поразмыслив всего пару минут, ты поймешь, что поступаешь слишком глупо и необдуманно, Синан. Брат, оставь меня в покое. Ладно? Не сейчас. Синан, да хватит уже. Ты слишком эмоционален. Ты смотришь на все через эмоции. И не видишь того, что у тебя перед глазами. Прости, что когда речь идет о Хазан, я становлюсь слишком эмоциональным. И давай не будем о том, что я вижу, а что нет, хорошо? В этом вопросе нам не прийти к согласию. Я о том, что она все еще что-то скрывает, а ты... Ладно, что было, то было. Мы оба не в курсе. Но лишь в одном я уверен, она скрывает что-то от нас, Синан. Да, она что-то скрывает. Прячет у себя под матрасом. Я все видел. Она переиграла все. Она с самого начала сомневалась в этой женщине. И этими сомнениями она поделилась с тобой. Синан, перестань. Ты серьезно веришь в то, что она складывает под своим матрасом что-то, связанное со мной? Неужели твой эмоциональный мозг, возбужденный адреналином, воспринимает только это? Мне без разницы, что воспринимает мой мозг. Меня волнует только то, что чувствует мое сердце. Синан, пожалуйста. Ответь уже на телефон. Слушаю. Синан. Как? Отец там? Да, рядом со мной. Боже, никак не уйдут. Никак не уйдут. Ты? Что ты здесь делаешь? Мне здесь делать нечего. А вот тебе много, что надо сделать. Нужно поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать. А ты со мной и не будешь говорить. Ты поговоришь со своим мужем. С мужем своим. О чем это ты? Говорю, что следи за своим мужем. Прошу прощения, мне очень жаль. Можно начать съемки немедленно? Мне пройти на макияж? Мы не сможем начать съемки, Хазан Хану. Добро пожаловать. И вам добро пожаловать. Скоро здесь состоится совещание с руководителями проекта. Вы хотели что-то сказать? Нет, нет, я... Мне... Отец, добро пожаловать. Итак, раз вы оба здесь, можем начинать. Друзья, можете отлучиться на перерыв. Выпить чай или кофе на улице. Какие-то проблемы, отец? Косметика. Престижный проект, за который ответственен мой наследник. Понятно. Значит, разговор пойдет о компании. В таком случае Хазан Ханум не обязательно находиться здесь, она может выйти. Раз изменения происходят в зависимости от настроения Хазан Ханум, то ей необходимо остаться. Если речь идет о сегодняшнем дне, то это не из-за моего настроения. Это точно. Меня совершенно не волнуют ваши личные проблемы, понятно вам? Единственное, что меня волнует, это этот проект, который находится под угрозой провала. Если ты имеешь в виду задержки, то у нас были довольно веские причины. Бракосочетания, свадьба, похороны, все такое. Оправдания, отговорки, предлоги, ягыз. Всего год назад мой сын не принял бы во внимание никаких отговорок. Вы не справились с проектом и провалили его. Превратили эту компанию в детскую игру. Довольно уже, хватит. Вы подготовите запуск этого проекта в течение недели. Если не успеете, то я лично закрою этот проект. И, конечно же, вместе с проектом вы лишитесь прав и доли этой компании. Будучи человеком, уже однажды подавшим заявление об уходе, меня это не очень-то задело. Но пусть будет так, как ты говоришь. Сделаем за неделю. Ух ты. Босс заговорил? Да, босс заговорил. Если босс сказал неделя, то это ровно одна неделя. Жду всех вас завтра в холдинге. Ничего, как прежде, уже не будет. Ни для кого. Ни для кого. Вот увидите. Вот увидите. Что планируют на этот раз мать и дочь? Мой муж преследует свою тещу? А вы что преследуете? Сделали ставку на меня или на моего отца? Не дай бог. Даже сам дьявол не захочет иметь дело ни с тобой, ни с твоим мужем. Послушай, ты до вчерашнего дня была женщиной, которая убирала мусор из-под моих ног. Так что разговаривай, уважительно. И что будет, если я не буду говорить? Вчера было вчера, а сегодня это сегодня. Ты вчера была дочкой, живущей в особняке с комфортом. И что случилось? Ты пришла невесткой в наш квартал. Да я таких, как ты. Что ты таких, как я? Что ты таких, как я? Такую благодетель, как я, ты днем с огнем не сыщешь. Поняла? Послушай, на время оставив нашу вражду, забыв все обиды и проявляя доброжелательность, я пришла поговорить с тобой. Держи усты своего мужа покрепче. Слышишь меня? Раз замуж вышла, сделала его своим мужем. Держи его крепче. И не отпускай. Следи, чтобы он не создавал проблемы моей дочери. Моей дочери ничего не будет. В животе ребенок, а рядом муж. Но вот ты, мало того, что из особняка переехала в такую дыру, так еще и останешься одна, денешенька. А, ты, конечно, можешь со слезами вернуться в отцовский дом. Но отныне у этого дома есть хозяйка. Хозяйка. Моей дочери лучше знать, принять тебя в дом или нет. Крепко держи. Слышишь? Узды своего мужа. Держи крепче. Поняла меня? Крепко и не отпускай. Не отпускай. Да кто ты такая? Кто ты такая? Кто ты? Кто ты такая? Кто ты такая? Кто ты? Кто ты? Кто ты такая? Кто? 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 Кто ты такая? Кто ты такая? Кто? Кто ты такая? Встречай меня. Кто ты такая? Кто? Девушки отдыхают. Селин. Селин, что случилось? Ты в порядке? Ты нигде не поранила себя. Что случилось? Где мама? Ты мой муж. Ты мой муж. Ты не можешь уйти к этой женщине. Ты не можешь уйти к этой женщине. Понимаешь меня? После вчерашней ночи ты мой муж. Ты мой муж. Мой человек из студии звонил. Отец был там, устроил всем разгром. Не расстраивайся. Пока. Он станет еще суровее. С каждым днем ветер Хазыма Гемена будет усиливаться. Очередь за тобой, моя маленькая свекровушка. Выйди из моей комнаты. Я пришла к тебе с белым флагом. Тебе сказано, выйди. Дорогая, а ты ведь не ждешь, что я, следуя традициям, поцелую тебе руку. Я видела тебя. Видела, какое удовольствие ты получила. Видела, как ты пыталась избавиться от нас при первой же возможности. У всех маски спали в этом доме. Я была вынуждена защитить мужа. Ладно, ситуация вышла из-под контроля. Но поверь ко мне, как и к тебе, в этом доме крайне несправедливы. Я осознаю ошибку и хочу быть рядом. Мне не нужно, чтобы ты была рядом. Только благодаря нашему милосердию, ты и твой муж все еще живете в этом доме. Так что благодари Бога и не лезь ко мне. Эдже, твой муж нездоров. Это вы нездоровы. Ты только подумай. Подумай о событиях последней недели, пожалуйста. Разве можно назвать поступки твоего мужа нормальными? Кто отдает машину незнакомцу, пропадает и уединяется от всех. Кто? Да и зачем ему уединяться? Разве твой муж дервиш? Эдже, послушай, ты сейчас меня не понимаешь, но твой муж не в себе. Выйди. Выйди, уходи. Выйди отсюда. Выйди, ты не понимаешь. Эдже. Сейчас ты не понимаешь, но поймешь. И ты поймешь. Благодаря милосердию. Ой, у всех ужасное настроение. У Хазымбея лицо каменное. Не понимаю, но после воскрешения он стал совсем другим, каким-то странным. Не говори о воскрешении, мне становится не по себе. Не говори о воскрешении, девушке, не по себе. Ну ладно, не бойтесь. Я никому ничего не скажу, не паникуйте. И сегодня у меня хорошее настроение, так что все свободны. Приготовлю примирительный ужин для свекра. Теперь положи медленно этот нож на место. Молодец. Нарин. Молодец. 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 Стои у меня над душой, не жди того, что я сконцентрируюсь на работе. Ладно? Долго придется ждать. Я и так здесь задержался. Я пойду. Не путай одно с другим. Это работа. Я не могу вести себя так профессионально, как ты. Не могу так спокойно стоять, словно два часа назад ничего не произошло. Понимаешь? На минутку. Вы вдвоём сможете пройтись со мной? Синан, в чём проблема? Ты шутишь? Сказать, что не является шуткой. Твой отец вовсе не шутил. Ладно, Хазан, это между нами. Нет-нет, это не между нами. Это точно между тобой и тобой. Это то, что между вами. Что? Ты о чём? Я не поняла. Добро пожаловать в клуб тех, кто сегодня ничего не понял. Синан, мне правда очень жаль, что я солгала тебе, но... Вот именно, Хазан. Знаешь, вся проблема заключается в том, что ты мне солгала. Лучше подумаем, с каких пор Хазан, моя бывшая возлюбленная, мне врёт, а? Например, может быть, с самого начала? На что ты намекаешь? Продолжите этот разговор потом. У нас съёмки. Нет, сейчас. Ты скажешь прямо, на что намекаешь. В чём проблема? С чем ты связал историю с газетами, а? Может, сама скажешь, в чём моя проблема? Синан, хватит уже. Нет. Это уже слишком. Вот именно. Это уже слишком, Хазан. Здесь и здесь слишком много вопросов, Хазан. Ты поэтому сказал, что не хочешь терять брата? Синан, чего ты добиваешься? Хватит, пусть знает. Стоит мне только отвернуться, как ты рядом с братом. И так было не раз. Стоит отвернуться, и ты всегда рядом с ним. Ты меня к брату... К брату? Да, к брату. Поняла? К брату. Я поверить не могу. Я не верю. Не верю. Хазан, если ты готова, мы можем продолжить? Хазан? Он снова это сделал. Взял и привёл тебя... в номер отеля. Снова привёл тебя в номер отеля. Да. А. Аааа. Ты прекрасно знаешь, что к ней несправедлив. Твоя наболевшая проблема с Хазаном – это я, верно? Эти фотографии, бутылка виски и так далее. Один раз ты уже свел нас. Но поскольку я твой брат, во второй раз тебе думать даже об этом тяжело. Поэтому ты сейчас унижаешь эту девушку. Только не говори мне про унижение, ладно? Не говори, потому что, как ты сказал, ты мой брат. Послушай, я это переживу. Но вот ей будет очень тяжело это пережить. Неужели? Я очень легко все переживаю, да, брат? Она виновата лишь в том, что солгала нам. Но ты вбил ей в голову то, о чем она даже и не помышляла. Вот пусть теперь и держат в голове. Потому что я даже на секунду не могу выкинуть из своей. Эта девочка любит тебя. Что бы ты ни натворил, она тебя любит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Но я все равно думал, что я отец этого ребенка Я подумал, что он мой от меня С тех пор, как я себя помню, я считал тебя своей Вот и его посчитал своим, Эджек Продолжай игнорировать все Положив руки на живот, погружаешься в свои мечты без стыда и совести Думая только об негодяях Скоро твой муж предстанет перед тобой, посмотрим, сможешь ли ты оправдаться Что случилось, мама? Что ты хочешь сказать? Я ничего не говорю, но ему уже все доложили Этот водитель поспешил доложить Я не сделала ничего плохого И как ты думаешь, что 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 он положит тебе руку на живот и скажет Не переживай, дорогая, все ради этого невинного ребенка Хазымбей Можете оставить меня ненадолго с женой? Ах, Хазымбей Проходите, проходите Ах, Хазымбей Если бы вы Если бы вы только знали, что нам пришлось сегодня пережить Из-за вашего так называемого зятя Если бы вы знали Хазымбей Субтитры создавал DimaTorzok